У активной молодежи Шушенского вновь выдаются горячие выходные. Ребята и их педагоги участвуют в краевом инфраструктурном проекте «Территория-2020». Безусловно, мероприятие, которое нас всех сегодня объединило, очень важно, актуально, поскольку речь на нем пойдет о формировании развития такой важной, важнейшей компетентности современного человека, как наличие всего комплекса знаний, умений, навыков в области проектирования и программирования, куда входит не только разработка проектов, но и, безусловно, еще и такие моменты, как реализация, обобщение, презентация и, в конце концов, мультипликация своих творческо-креативных, социально значимых, проектных идей, которые направлены на повышение качества жизни граждан, общества, в котором мы с вами живем. Если раньше этот проект проводился по зонам Красноярского края, то теперь специалисты выезжают в каждую территорию. Это позволяет выявить потребности молодежи в отдельно взятом районе. Наш проект называется «Красная нить», который связан с мероприятиями и со знаковыми местами в Шушенском, которые будут организовывать мы, студенты. У нас вот есть туристское экскурсионное бюро, и там мы разрабатываем маршруты, у нас уже более 30 их. На мероприятие можно было прийти как уже с готовой идеей, так и придумать ее на месте. Три дня участники занимаются обсуждением, подготовкой, оформлением своих идей. Вообще, форум можно смело назвать интенсивной школой. Эксперты активно помогают придать правильную форму замыслу участников, активно отвечают на вопросы. Краевая молодежная политика определила для себя 11 приоритетных направлений, среди которых развитие предпринимательства, добровольчества, спорта, благоустройства. Проекты этой направленности поддерживаются в первую очередь. Ребята из Центра детско-юношеского технического творчества хотят обустроить в поселке место для занятий экстремальными видами спорта. Я отлично хочу сделать экстрим-парк, в котором смогут кататься скейтбордисты, велосипедисты и роллеры, выполняя всякие разные трюки. Ты сам, можно, как-то занимаешься каким-то таким экстремальным видом спорта? Да, я занимаюсь. Почему тебе это интересно стало? Я занимаюсь этим экстремальным видом спорта, так называемая стрит-дерт, на велосипедах, маутинбайк. Мы выполняем всякие трюки, пытаемся, но так как нет специализированной трассы, на которой это можно выполнять, мы решили создать парк. Всего шушенской молодежью предложено 22 проекта. Для реализации одних идей достаточно небольшая сумма денег, для воплощения в жизнь других – большие финансовые затраты. Шушенец Виталий Коромышев уже давно хочет осуществить свою мечту – создать творческую студию для молодых талантливых музыкантов. Проект Виталия дорогостоящий, поэтому для него форум – возможность подготовить качественный материал и попробовать реализовать его в других грантовых программах. Для тебя вот такое мероприятие, оно полезно все-таки или же… Для меня, конечно, полезно, потому что я уже неоднократно пытаюсь продвинуть эту идею. И здесь основной целью для меня является именно как правильно преподнести информацию. Финансирование проектов победителей будет осуществляться за счет краевого бюджета 55 тысяч рублей и 100 тысяч рублей деньги из районного бюджета. В этом году одобрение экспертного совета получили 8 проектов. Из них 4 будут реализованы из средств района. В их числе замысел капторевских школьников о строительстве хоккейной коробки на территории поселения. Нас порадовали именно сельчане, потому что молодежь села активизировалась в этом плане и думает о том, как провести досуг организованный, культурный, спортивный. Поэтому хоккейная коробка, конечно, будет организована, надеемся, в Ильичевской территории, потому что средства выделены из бюджета и я думаю, что все случится. Администрация нашего района всегда старается поддержать интересные, общественно значимые идеи молодежи. Для этого ежегодно на местном уровне проводятся различные грантовые конкурсы. С 2007 года местной властью профинансировано 18 проектов, на реализацию которых из районного бюджета потрачено более 700 тысяч рублей.